Гостеприимность в Беларуси вновь оценили в Голливуде. Новость о том, что нашу страну в очередной раз посещает всемирно известная личность, мгновенно разлетелась по всем социальным сетям. Как оказалось, Дольф Лунгрен прибыл в Минск, чтобы погрузиться в исторически достоверную реальность популярной компьютерной игры белорусских разработчиков World of Tanks. Звезда кинофильма «Рокки-4» Христоматийный Иван Драга принял участие в съемках рекламных роликов в поддержку новой игры. Его график был довольно плотным, но главному эфиру удалось поймать голливудскую звезду в национальном аэропорту Минск. Нина Можейко пообщалась тет-а-тет с известным актером. Эксклюзивное интервью. Прямо сейчас. Это ваш первый визит в Беларусь. Здесь вы провели целую неделю. Какое впечатление сложилось о нашей стране? Мне здесь очень понравилось, потому что я люблю славянские обычаи. Ваши традиции в чем-то похожи на шведские, а я родом из Швеции. Люди здесь очень дружелюбные, такие теплые, увлекающиеся. Очень красивый город. К сожалению, у меня не было возможности гулять столько, сколько хотелось бы. Возможно, в следующий раз у меня будет больше времени. А какова цель вашего приезда в Минск? Я принимаю участие в продвижении новой версии World of Tanks. Скоро в игре появятся шведские танки, а кто может их лучше представить, чем я? Я выполняю роль посланника. А совсем скоро я буду в Москве на первом фестивале компьютерных игр этой компании. Я считаю, это неплохо для моего имиджа. Для того, чтобы порадовать моих поклонников в Белоруссии, России, и танки как нельзя лучше подходят к моему образу крутого парня, и это работает на меня. Я видела эти кадры, когда вы посещали линию Сталина, музей Великой Отечественной войны. Вы выглядели всерьез заинтересованным. Почему? Я люблю историю. И мой отец был офицером армии в Швеции. И он очень интересовался Второй мировой войной, и особенно конфликтом между фашистской Германией и Советским Союзом. Когда я был ребенком, я очень много об этом читал. Рассматривал схемы ведения боев. Это было моим любимым занятием. И вот у меня появился такой шанс поучаствовать изнутри, залезть в танк, не просто взять боевое оружие в руки, но и пострелять из него. Все было очень достоверно. Вы в прекрасной форме. Что делаете для того, чтобы сохранить фигуру? Эта неделя была загружена, и мы много работали. Я не мог много заниматься. Просто плавал в бассейне, когда позволяло время. Но когда я в обычном режиме, то я занимаюсь в зале, делаю упражнения, кардио-тренировки, бассейн 4-5 раз в неделю. Но здесь я не мог себе этого позволить. Я спал максимум 4 часа. Что вы думаете о современном кино и кинолентах, которые производили в 90-х? Какие различия? Кино, по сути, не изменилось. Если у тебя есть хорошая история, и ты берешь ее и рассказываешь зрителям, безусловно, изменились технические возможности. Сейчас мы не мыслим себя без компьютера или мобильного телефона. И мне кажется, что из-за этого мы стали ленивее, потому что, если даже во время съемок что-то пошло не так, у тебя есть право на ошибку. Ты исправишь этот недостаток позже, с помощью технологий. Артисту не обязательно из кожи вон лезть, потому что это за него доделает компьютер. Когда я начинал, то я мог рассчитывать только на себя. Точно так же, как и Сталлоне. Например, мы дрались по-настоящему. Я считаю, что сейчас все намного проще. Я имею в виду физически. Я знаю, что на днях вы посетили национальную киностудию «Беларусьфильм». В воскресенье мы празднуем День белорусского кино. Могу ли я попросить вас поздравить белорусских кинематографистов? Да, я желаю белорусским коллегам делать свою работу на совесть. И, может быть, когда-нибудь, в следующий раз, когда я приеду в Беларусь, я снимусь в белорусском фильме. Спасибо за эту беседу. И мне было очень приятно поговорить с вами. Я надеюсь увидеть вас снова в Беларуси. Добро пожаловать. Спасибо большое. Спасибо.